Доброе утро. Мы едем уже по грунтовой дороге в сторону поста на Акбулак. Там мы встретимся с группой единомышленников и отправимся куда-нибудь. Прошли только что пост, вот такая толпа народу, туристов. Два автобуса приехало. Мы как-то просочились по-быстро и короче вот проехали. Сейчас уже встретились с Костей и со сломака, там впереди Ренат. Вот собрались все, обсуждают куда ехать. Ой блин, я залез в грязь. Мы оказались последними. Едем как ежики в тумане. Красиво здесь. Да, красиво, только пыльно. Вот смотри, так раз и уже менее этот. Как будто прозрел. Речка вон покажи. Очень красивая. У них там, у лесников в смысле этот, кушать готовится видимо. Я пропах дымом от костра. Да, и у меня что-то так это, кушать захотелось тоже. Тебе тоже? Да. Музыка 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 Уперлись сейчас в очередной пост. У части из нашей группы нет разрешения. И, в принципе, как и положено, пограничники эту часть не пускают. Во. Во. Этот. Вспоминаю, так сказать, этот. У меня ж когда-то тоже Prado был. Взял Рената прокататься Prado. Четырехлитровый. Круто. Да, маленький, маленький. Ага, он такой маленький по сравнению с 200-кой. Ну, кстати, у него четко это. Впереди вообще ничего не гремит. Тест-драйвы у нас, короче, сегодня. Как здесь поменьше? А, вон, нашел. Шумел меньше. Теперь на, этот, как, Соренто. Вы с ломака взяли покататься. Чё-то не едет, блин? Чё задним входом не едет? Давай здесь развернемся. Живой вода, не торопитесь. Ваша машина застряла. Вдоль дороги остановились. Справа увидели пещеры. Вот. Подошли. Ну, это, скорее, не пещера, а грот. Ящики какие-то от пастики, наверное. Ну, вот. Здесь еще есть. Нет. Где-то дальше, видимо. А, вот. Еще грот. Вот здесь еще грот. Побольше. Ох, блин. Ох, блин. Ох, блин. Голова ударился. Чё я вам хочу сделать? Еще один грот. В итоге решили после нашей не очень удачной попытки доехать до Акбулака поехать на верхний Пальтау. Я, кстати, там не был ни разу. Вот заодно посмотрю. И, может, и для ролика контент какой-нибудь наберется. Пока едем вот по такой немерено пыльной дороге вообще. Просто жесть. При том, что перед идущая машина уехала, не знаю, полминуты назад. А, тут что-то это... Ветра нет, пыль не рассасывается. Или это стекло просто пыльное такое было и казалось. Хе-хе-хе. Вот так, а, нормально. А, нет, сзади она есть, есть. Есть. Ну, здесь уже красиво. Хоть чуть-чуть. Спасибо за субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Почти приехали мы в Березовую рощу, вот уже начались березы слева-справа, такой лесок здесь и тенек, хорошо, сразу как появляется тенек, нет прямых солнечных лучей, не так жарко, намного приятнее. Сейчас развернемся и возьмем на веревку. Так ты развернемся здесь. На конце решили Кобель здесь оставить и потом спокойно дальше поехать. Вон снимай, Костя снимай, 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 смотри. Далеко заехали и пока еще продолжаем. Ну уже мы порядка пяти километров от места нашего пикникинга отъехали, судя по карте. Пыльно. Пыльно-пыльно. Сейчас отпустим их, поедем. Действительно. Не видно. Какой жесткий подъем. Не такой уж жесткий. Просто так выглядело. А так я не чувствую, что он жесткий по машине. Нормально. Зацепы хватает. Едет. Я вторую поставил, можно было даже на третьей. А вон Ренат уже где. Подъем какой, Ренат, вон едет. Вообще крутой. Ну ладно, видно, не видно. О, теперь дастер. Надо музыку выключить. Я выключаю уже, не крути. Ну, что, дастер осилит? Ну, прям на пределе. Ну, что, наша очередь. Солнце не видно. Ну ладно, что делать. Ну, как он держит, да? Ну, на второй нормально. Заедет. В Соренто заедет, интересно. В небо, да, вообще, как будто? Вот, выходи быстро. А, сверху так не выглядит. Круто. Костя тоже снимает. И мы на горе. Прямо-таки на вершине, можно сказать. Красота. А дальше уже вниз. Верхняя точка пройдена. Дальше уже ниже. Ну, классно здесь. Сейчас посмотрю, какая высота. А высота... 1800 здесь. Вот. Ну, все, это верхняя точка. Сквозной дороги я не наблюдаю. Там все место для разворота уже, по-моему. Поднимаемся вон на ту гору. Внизу вот такое ущелье. А приехали мы вон туда. Дошли до вершины. Правда, что-то все, какой-то дымки. Видно, не очень хорошо. Что здесь, останки от триангуляра? Спилили его, что ли? Офигеть, отсюда, да, и унесли. И вид здесь на Червак и на Брич-Мулу, да, надо полагать? Это еще выше, чем предыдущее место. Это прям высоко. Это прям высоко. По ощущениям, по крайней мере. У него ненесевой или ненесевой? В эту сторону у нас что? Ну-ка. Колючки здесь. Лучше в штанах ходить. А я, как обычно, это на расслабоне в шортах. В обратную сторону нет такого резкого уклона. Ну и вид не такой мощный. Ну и все равно прикольно. Почти пешком идти не надо. Весь маршрут можно спокойно проехать на машине. В вершину, на которую мы поднялись, в Осмонде подписано Каратал-Дбаши. 1914 метров написано. Ну так, для справки, если вдруг кто-то захочет посмотреть на карте, где это. Место классное, жалко дымка. Был бы вид супер. И интересно, кому понадобился триангуляр отсюда. Такой контраст прикольный. Две яблони рядом. Зеленая и красная. Сейчас солнце падает, прям подсвечены они. Вернулись к машинам. Будем сейчас выдвигаться в обратную дорогу. Посмотрим маршрут. Может есть какой-нибудь объездной, альтернативный. Ну и будем разворачиваться. Дорога обратна. Выехали на дорогу уже. Вот, догнали оставшуюся группу, а то мы чуть отстали из-за сбора яблок. Выезжаем потихоньку в цивилизацию. На этом наше сегодняшнее приключение закончилось. Было интересно. Заехали на классную Горумы. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч. Всем пока. Пока.